Здравствуйте, Андрей Андреевич. Не могли бы вы посоветовать или ответить на следующий вопрос? Расскажите, пожалуйста, как оставаться всегда хорошим, чтобы некоторые люди не воспользовались этим? Потому что иногда бывает, что люди видят вашу доброту и используют ее в своих интересах. Когда мы сможем всегда оставаться добрыми и другие нас используют. Дело в том, что быть добрым, это не значит быть добрым, это значит не совершать злых поступков. Быть добрым, это не ругаться, когда хочется, не поддаваться унынию, не быть человеком, который кого-либо обвиняет, делать что-то хорошее для близких. Вы немножечко путаете. Быть человеком наивным и верящим, не делающим выводов, отличается от понимания быть добрым. Дело в том, что быть добрым, это не хотеть делать зла кому-либо, а вот то, о чем вы говорите, это желание не делать выводы. Почему я это говорю? Вот смотрите, как все происходит. Допустим, мужчина говорит, займи мне 100 долларов. Вы занимаете, он перестает с вами общаться, то есть вы считаете, что он воспользовался вашей добротой. На самом деле он воспользовался вашим доверием, а не добротой. А доверие, оно так устроено по принципу жизненного опыта. То есть если провести опыт и посмотреть, что же в вашей жизни происходило, то можно определить, что однажды в вашей жизни уже у вас занимали деньги, и вы их занимали, и после этого вам их не отдавали. Тогда какой нужно сделать вывод? Нужно сделать вывод того, что вы не должны занимать деньги, потому что вам их не отдают. Знаете, как часто люди делают? Они часто делают так, они занимают деньги, им не отдают, и они вновь занимают, им вновь не отдают. Они говорят, ну я же добрый. Не добрый, а доверчивый. Именно поэтому человек, а что такое доверчивый? Это бояться отказать, чтобы не обидеть. А это уже трусость или страхи, которые мешают. Будьте человеком, который уже сделал для себя выводы. Вы имеете право жить со своими выводами так, как вы хотите. Допустим, если вам не отдают деньги, больше эти деньги не занимайте. Вот обычно это происходит так. Я жила с мужчиной, он меня обижал, и после этого от меня ушел. И я сказала сама себе такие слова. Но он хороший, я ему все простила. И это неправильно, почему? Эта жизнь заставляла вас сделать вывод, что когда такой мужчина, который так вас обижает, и так к вам неблагополучно относится, такой мужчина является негодяем. Какой нужно сделать из этого вывод? Необходимо сделать вывод? Нет, нет. Не все мужики козлы. Нужно сделать вывод, и он заключается таким, что обычно мужчины, которые так ведут себя, как мой бывший муж, обычно они являются негодяями. И я больше с такими связываться не буду. Я буду связываться с хорошими. А как обычно делает? Я их за все прощаю. Ну вы за все простили, теперь урок не вынесен. И вам придется вновь и вновь попадать в одну и ту же ситуацию, попадая вновь и вновь или наступая на те же самые грабли. Почему одним женщинам попадаются хорошие, а другим попадаются плохие? В чем же дело на самом деле? Все дело связано с тем, что цель жизни человека, проживания его на планете Земля является обретение духовности. А что такое духовность? Это доброта, это милосердие, это тепло сердечное, радость сердечная, который, любовь ко всему миру, к Богу любовь и так далее. Но человек может это пройти двумя путями. Первый путь – это путь стенания, когда все плохо, и терпение, и посвящение этого чему-либо. И путь радости. То есть человек может жить по принципу стенания и по принципу радости. То есть он выбирает для себя сам свой индивидуальный путь, как ему прожить. Радоваться и достигать духовности, или страдать и достигать духовности. То есть у каждого свои пути к одной и той же цели достижения.